Ненецкий округ вошел в тройку лидеров по рождаемости среди субъектов страны. За 8 месяцев текущего года в регионе появилось на свет 383 ребенка. О том, на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать окружные семьи, расскажет Александра Литкова. С начала текущего года в Ненецком округе оформлено 383 акта о рождении детей. Мальчики лидируют, их родилось 213, а девочек 170. Среди них две двойни. Рождаемость в регионе за последние несколько лет держится примерно на одном уровне. Позитивно сказываются многочисленные меры поддержки населению. При рождении первого ребеночка можно оформить региональную выплату за рождение малыша, а также выплату при рождении первого ребеночка, который наступит по указу от президента Российской Федерации. Помимо этого можно заявиться на комплект для новорожденного ребеночка в течение 28 дней с момента рождения ребеночка. При рождении второго ребеночка также можно оформить региональную выплату по рождению второго ребеночка. Тысяча рублей 80 копеечек на сегодняшний момент. Ну и там есть разные градации. Одинокая мама, не одинокая, мама коэффициент. И оформить региональную единовременную выплату по рождению второго ребеночка. С рождением третьего малыша семья получает статус многодетной. В этом случае мер поддержки становится больше. В этом случае расширяется спектр услуг, на которые могут заявиться многодетные семьи. Это получение удостоверения многодетной семьи, коммунальные услуги, переход на немного другое основание при получении выплаты 1300 для проживающих в регионе более 5 лет. И если прожиточный минимум в семье не выходит с одного прожиточного минимума за предыдущий квартал, то там назначается выплата на третьего ребеночка в размере прожиточного минимума на ребенка. Кроме того, при рождении третьего ребенка семья получает право на региональный материнский капитал. Программа стартовала в 2011 году и также является значительным подспорьем с семьям с детьми. Размер материнского капитала в 2020 году у нас составляет 379 911 рублей. Начиная с 1 ноября 2019 года, семьи могут получить сертификат на материнский капитал не только при рождении и усыновлении третьего ребенка, но и последующие, четвертые, пятые и так далее детей. Сертификат на региональный материнский капитал могут получить жители региона, проживающие здесь не менее трех лет до рождения или усыновления ребенка. Срок обращения с заявлением о выдаче сертификата не ограничен. С начала реализации программы средствами маткапитала воспользовались более 1600 семей. Распоряжаться средствами окружного материнского капитала можно одновременно по двум направлениям из 11. Это улучшение жилищных условий, это достаточно популярное направление. Это значит покупка, строительство жилья, ремонт жилья и погашение ипотечного кредита. Это приобретение транспортного средства. Транспортное средство – это автомобиль, снегоход, лодка, лодочный мотор. И возмещение расходов по приобретению товаров длительного пользования. Это имеется в виду у нас практически вся мебель и бытовая техника. Что касается государственного материнского капитала, то для семей, в которых первенец рождён или усыновлён, начиная с 1 января 2020 года, его размер составит 466 тысяч рублей. А с рождением второго ребёнка материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей. И таким образом составляет 616 тысяч рублей.